Битву при заливе Акциум 2 сентября 1931 года до н.э. Я-то думал, покажут, а там было что показать, между прочим, потому что это было что-то эпическое столкновение военно-морских флотов, которые предопределили развитие Римской империи на много-много-много, не боюсь этого слова, столетий вперёд, потому что несколько больше 200 кораблей «Антони», иногда оценивают до 360, я, честно говоря, в такие цифры очень слабо верю. У меня нет точных данных, чтобы опровергнуть и сказать, что нет, было столько-то, но я склонен минимизировать всегда эти бешеные цифры с многими десятками тысяч человек и многими сотнями кораблей. Ну, возможно, со вспомогательными судами их и было, на самом деле, несколько сот, которые в бою не участвовали, но где-то около 200 кораблей было у «Антони» и несколько десятков кораблей было у «Клеопатры», собственно, египетских. Корабли «Антони» построились около мыса «Акцум» в оборонительный порядок, потому что им нужно было, самое главное, выдержать атаку флота «Актавиана» и прорвать блокаду, которая была установлена вокруг войск «Антони». Актавианским флотом командовал Марк Випсаний «Агриппа», и корабли-то у него были мельче, потому что основная часть была «Беремы» и «Триремы» против «Антониевских пентер», т.е. судов с пятью рядами вёсел, ну, по крайней мере, классическая традиция так это излагает. Но «Антони» решил, что раз у него очень высокобортные мощные суда, то в оборонительном порядке у него будет огромное преимущество, потому что борт выше, на абордаж его взять трудно. При этом на каждой этой пентере очень много народу и много металличных машин, т.е. в перестрелке в дальней они будут однозначно иметь преимущество. Ну и сколько его не атакуют, это будет как плавучая крепость на воде, он нанесёт изрядные потери противнику при приближении дистанционным огнём – катапульты, скорпионы, собственно, прощи-луки, металличные копья, и потом, когда враг вынужден будет идти на абордаж, ему придётся лезть высоко на борт, ну и таким образом можно будет развить большое преимущество. И, в общем-то, оно бы, наверное, так и было, но хитрый Марк Лепсани Агриппа, атаковав один из флангов, бросился в бегство, в притворное, после чего фланг перешёл в атаку, и таким образом остался лишённым этого самого согнутого строя кораблей, когда весь флот держался в трёх мощных эскадрах. Ну а тогда маленькие корабли, более мелкие, чем Пинтеры, они были до этого, естественно, большей манёвренностью, как бы это даже специально оговаривать не надо, они меньше весят и, короче, по размерам, значит, они оборочести, они стали брать на абордаж эти корабли, но не как было запланировано изначально, когда они стоят в мощном монолитном строю, а по два-три корабля на один, а тут уж арифметика в другую сторону работает, ну и таким образом они разбили один фланг, после чего оказались в большинстве и начали уничтожать поочерёдно все остальные эскадры. Хитрая Клеопатра, которая наблюдала за всем этим, как написано во всеобщей истории, обработанной сатирикодом, смотря на Антони разными глазами, то правым, то левым, дала дёру с попутным ветром. Антони, посмотрев, что Клеопатр даёт дёру, пересел на быстроходные корабли и тоже дал дёру. Войска его остались без командования, и через 7 дней сухопутные морские войска прекратили своё существование, сдавшись. Баба довела. Антони был в шоке, естественно. В шоке. Как говорят, только через 2 недели, уже находясь далеко от места сражения, смог разделить ложу с Клеопатрой, так плотно пишет. Вот 2 недели ничего не мог фактически. Намаялся. Намаялся. Я бы такого видев, я бы вообще уже даже не то, что ничего не смог, я бы Клеопатра утопил бы после такого, честно говоря, на всякий случай. Хотя бы придушил немножко. Да. Они, да, удрали в Александрию, ну а куда бы было ещё удирать, а Октавиан туда прибыл через год только, потому что ему нужно было обустраивать дела дома, это во-первых, во-вторых, куда бы Антони делся, во-вторых, куда спешить, в-третьих, как я думаю, вот там был некий изощрённый садизм, чего вы там за год, давайте сделать что-нибудь, ничего не получается, а почему ничего у вас не получается? Он поехал домой в Рим устраивать дела, а уже потом пробрался в Александрию. А вот я такое помню, что друг Октавиана меценат развивал какую-то безумную публицистическую деятельность и подвластные ему СМИ данную битву как-то там ловко изображали для римлян. Что это такое было? Мы точно-то не знаем почему, потому что у нас подробные описания битвы при мысе Акциум дошли в сочинениях Диона Касси и Плутарха, которые пользовались источниками в виде воспоминаний участников, каких-то отчётов, которые до нас не дошли, поэтому усилия мецената по поводу пропагандистской войны мы тоже, насколько я, по крайней мере, знаем в пересказе. М-м-м. М-м.